Их просто поддерживая. Там на бровке наматывают километры Юлиан Бранк. Удар по воротам, еще один. И сборная Германии в шаге была от того, чтобы забить второй гол. Даже не в шаге, а буквально в нескольких сантиметрах. Горецко и Сандро Вагнер соорудили момент. Горецко выполнил подачу, а Вагнер плюхнулся на газон стадиона Фишт. Передачу Горецкий. Леон отлично запускает Бранда в атаку. И снова свобода у футболиста Байера. Он с мячом. Удар по воротам и спасает команду Мэти Райан. Хотя эта атака могла быть еще более опасной, если бы Бранд не поскользнулся прямо на границе штрафной площади. Прекрасная передача Горецкий. Шальной гол уже в самом конце матча. Еще одна передача. Положения вне игры нет. У Вагнера есть время остановить мяч и обработать. И даже пробить в оставленный угол. Но попасть нападающий не сумел. Еще один момент, который сборная Германии в центр. Штиндель налево играет. Все-таки сумел сделать передачу. Прострел. И внимательный защитник сборной Австралии. Тренд Сенсбери выбивает мяч за пределы поля. Йонас Хектор даже не смотрел на ворот. Он смотрел на футбол. Удар. Это попытка Юлиана Дракслера, которая оказалась хуже, чем у его коллеги Юлиана Бранда. Пару минут назад. И подача. Удачная подача. Удар по воротам. И рядом со штангой пролетает мяч. Вот первый момент, который возникает у ворот Бернда Лена. И который мы прямо сейчас разберем. Отличный момент у тренда Сенсбери. Вот подача. В момент паса не было положения вне игры. 20-й номер притаился за спиной своего коллеги Тони Юрича. И удар рядом со штангой. Причем мяч прыгнул перед Сенсбери. Но подстроиться под такой отскок было непросто. А Австралийцы неплохо вернули себе мяч. Кстати, получили отличное пространство. Внимание, удар. И еще будет попытка. Удар и гол. Вот так сравнивают счет Сокер Уз. Ну надо же. Это первый удар в створ ворот. И сразу голевой. 23-й номер. Томи Рогич. Подхватил мяч после первой неудачной попытки. И как нам пригодилась история про матч сборной Германии и Швеции. И про эту вальяжность, с которой немцы играли в том умопомрачительном матче. Здесь поспокойнее и поскромнее, в том числе и с точки зрения результативности. Но это не отменяет главного. Горецко. Попытка сыграть на коротке. Проходит Горецко. Падение. И арбитр показывает на точку. Пенальти. Сборная Германии, когда нужно включить еще одну скорость, еще один оборот, делает это как будто по команде. И пропущенный мяч стал толчком к вот такому. Такому продолжению с футболистами. Итак, смотрим за Дракслером. Удар. Гол. 2-1. Леон Горецко обнимает своего бывшего одноклубника Юлиана Дракслера. Поклонники сборной Германии. Его роль на поле несколько изменится. Все-таки Кимих очень хорош в атаке. И вот смотрите, какую передачу выполняет Горецко. Удар. Гол. 3-1. Великолепный пас Йосу Акимиха. И Леон Горецко забивает свой гол. Прекрасная атака сборной Германии, как всегда, сегодня неторопливая. Но Кимих, вы видели, как он здорово исполнил. Как великолепно он, оказывается, видит поле. Хотя в первом тайме был очень скромен в этом компоненте. Но когда пришло время... Голевая позиция. Мяч падает в краешек стенки. Удар мощный. Ликошет. Ох, какой момент. Еще добивание в исполнении. Так, вот касания здесь, похоже, не было. И тут непонятно. Мяч направления, по крайней мере, не изменил. Да, мяч засчитан. Так что мы с вами в режиме онлайн могли воспользоваться... Поле еще раз смотрим. Удар в стенку. Добивание. И мяч отправляется в ворота. Да, это ошибка. Это ошибка, которой легко воспользовался Томи Юрьевич. Вот оно. Трой изи. Это он с мячом, но не отстает Тимо Вернер, отрабатывающий в обороне. А это удар! И вот тут-то Бернд Лена в полном порядке. Вытянувшись в струнку, намертво забрал мяч. Мяч, кстати, лидел в угол. И Лена в желтую карточку. Ну а вот момент, который может возникнуть у Тимо Вернера. Выцарапал мяч, нападающий Лейпцига. Удар и штанг. А пока сборная Австралии в атаке. И удар! Роби Круз едва не поразил ворота своего одноклубника, но большую часть заслуг за организацию этой атаки...